Друзья, вот сколько хожу по этому холму, туда пройду столько, я восхищаюсь вот этим шикарным видом. Я стою на пригорке, это там, где я живу, и вот улица, вот такая, по которой я частенько хожу и созерцаю вот этот грандиозный вид на город Райт, на его центр. Хочу с вами, как обычно, поделиться этой красотой. Друзья, сегодня у нас здесь погода такая английская, как обычно, всего лишь навсего сегодня плюс 18 градусов, вчера весь день шел дождь мелкий. Но вы знаете, что хочу сказать, что я как раз разговаривала вчера со своей подругой лучшей, разговаривала с сестрой, они живут в Новочеркасске, на родине моей. Так вот, рассказывают мне, что там у них почти под 40 градусов жара, и они все просто от жары умирают. И поэтому я думаю, боже, как хорошо. А я вот безрукавочку надела на футболку тоненькую и гуляю. Иду опять в гости. Сейчас иду в гости к Татьяне. Она меня пригласила на курочку барбекю. Не знаю, получится ли у меня съемка. Если получится, если ее уговорю, то опять вам сделаю съемку с Татьяной. А вам хочу показать, отвлекаюсь опять, хочу показать вот эту вот, здесь такую башенку полукруглую. Вот она вот так выглядит, просто на улице. Тоже старая постройка. Вот этот медальон здесь, видите, он уже такой полустертый. Я вам его показывала уже в одном из своих видео. Но так как сейчас у нас очень много новых у меня на канале зрителей, то я показываю еще раз, потому что это все-таки, наверное, обращает на себя внимание. И вам будет интересно посмотреть. Так вот, вы знаете, я здесь ходила, наверное, года три мимо вот этого медальона. Я им любовалась и все думала. Какой же год, интересно, постройки вот этой вот странной башенки здесь. И представляете, я только случайно, совсем недавно, я увидела, что здесь есть год. А вот вы можете найти год. Показала вам, год стоит 1870. Заметили, да? Вот так. То есть, все это здесь легко прочитывается, что когда было построено. Ох, какая красота! Привет! Не надо меня снимать. Ой, беда. Хорошо выглядишь. Ой, как у тебя красиво, цветочки. Ой, боже мой, смотрите. Какие цветы тут у нас. Съемки. Да сейчас, подожди. А где твой барбекю? Покажи, пожалуйста. Уже остыло все. Покажи, пожалуйста, барбекю. Все сгорело. Да? Пока я тебя ждала. Ой, какая курочка. Так а в смысле, ты что имеешь в виду, что остыло или сгорело? Ну, все, да, картошка. Картошка? Ага. Ага. Ну, все. Значит, начинаем, да? Да. Замечательно. Все. Такой садик у тебя. Все-таки ж я немножко покажу людям. Что у тебя... А, все, уже отсвела твоя красивая. Красивая твоя роза, да? Да, жалко. И вот здесь еще у Танюшки куст огромной розбери малины. Очень крупная, большая. Татьяна говорит, что будет варенье варить столько у нее, много этой малины. Ну, видите, не хочет она давать сегодня интервью. Будем просто сидеть, отдыхать, наслаждаться. Будем кушать запеченную курочку гриль. А что получилось? Ну, попробуй. Не бросай на землю. Да ну что ты, ну зачем же я такую красоту? Невозможно. А что ты сегодня мне не хочешь ничего тоже рассказать? Тут, кстати, красиво. Не надо, не хочу. Красиво получилось. Нет, не хочешь? У меня сегодня красивая камера заряжена. Такие чудесные бы получились у нас с тобой посиделки, разговоры. А ты вот. Тань, я же тебе говорю. Чудесные бы посиделки получились, рассказала бы. Не снимай, не снимай. А чего? Рассказала бы что-нибудь бы. Ну, не хочу. Прям совсем-совсем. Ну, не хочу. Машины какие? А я даже не спросила. И что с этим мужиком? Он 52 года никогда не был женат? Был, развелся, ни детей, никого нет. И не хочет? Нету никого, одинокий такой вот. То есть, он настолько никчемный, что никому не нужен? Я с ним говорила. Он неплохо говорит по-английски, но он из Швейцарии. А в Швейцарии по-каковски говорят? По-немецки? Ну, по-немецки, да. Андрей с ним говорит по-немецки. И чего? А, Андрей, где живет? В Танерифе. Сколько они здесь живут, эти турки? 12 лет. Они переехали сюда из Луны. Целая семья? Они переехали. И она говорит, нам здесь нравится гораздо больше. А у них дети? Двое. А сколько лет? 8 и 5. 6. Девочки 6, а мальчику 8. Они молодые. А мы моложе найдем. А этот дом не это, не коммунал? Да? Канцел. Канцел проект. И сколько они там платят за этот дом? 650. В месяц? А сколько квартира? Большая? Вот, на третьем этаже, вот они уехали сейчас. Вот видишь, третий этаж, где шторка завязана. Ну да. То есть у них сколько комнат? Почти трехкомнатная. Ну, в общем, сегодня у нас с Танюшей не получился наш разговор. Она никак не настроена вести беседу на камеру. И вот, что бы не получилось, как бы не вышло, ничего не записалось, Таня. Ну, ё-моё. Да ты что? Вообще ничего. Смотрю, пойти что ли опять поснять. Ну, мне кажется, что сегодня уже не получится ничего. Не выйдет. Ты как себя чувствуешь? Куда пойдём? Налево. Налево. И только налево. Вот такое у нас сегодня получилось с вами сумбурное видео. Обзорчик. Не знаю, как назвать. Танюшка не захотела давать интервью, поэтому всё то, что я чуть-чуть урывками показывала, я, конечно, ей сказала, что я её снимаю, но она сказала, что хорошо, только ничего уже на камеру я тебе говорить не буду. Снимай, как тебе нравится, но уже без меня, как бы, да? Вот поэтому, друзья, получилось то получилось. Просили показать мне, как чувствует себя Татьяна, моя подруга. Вот я вам и показала. Да, ну и ещё много и часто мне говорят, а чего вы тут живёте, если вы одна, если тут у вас проблемы, зачем живёте там, возвращайтесь в Россию. Так вот, вы знаете, друзья, у меня на самом деле даже были такие мысли, а почему бы и нет, почему бы не вернуться в самом деле. Там всё-таки у меня сестра, у меня там лучшая подруга. И почему я не возвращаюсь? Часто у меня спрашивают, если вам здесь так одиноко, почему вы не возвращаетесь в Россию. Так вот, я, вы понимаете, мало того, что каждый год, повторяю ещё раз, каждый год я прилетаю в Россию, встречаюсь со своими родственниками, со своей сестрой, со своей подругой, с её знакомыми. У меня большой-большой, получается, круг общения. Также я с ними по скайпу каждый день практически по ватсапу, по скайпу общаюсь. И то, что они мне говорят, и то, что я вижу, когда я приезжаю, понимаете, грязь, неухоженность, бардак, нищета вокруг. А самое главное, конечно, это хамство и грязь. Вот это вот, не знаю, как воспримут мои зрители то, что я говорю, но я говорю то, что я вижу каждый год. А для меня, как говорится, понимаете, всё в сравнении сейчас. Если бы я постоянно жила там в России, я, может быть, даже и не видела бы, как плохо относятся к пожилым людям, как плохо относятся к людям, которые уже на пенсии в России, как плохо молодёжь относится вот к такому поколению. Постоянно ворчание, что вы тут, что вы лезете, что вы очередь создаёте, что вы тут толчётесь везде, где вас не ждут. Вот такие вот я слышу постоянные комментарии, когда я приезжаю в Россию. Здесь, в Англии, такого нет. Поэтому, понимаете, как бы я не хотела вернуться в Россию, может быть, и видеться со своими родственниками, и со своими родными жить рядом, но вот это всё я сравниваю, и я понимаю, что нет, нет, я не готова возвращаться в Россию, как хотите. Но здесь мне намного лучше, комфортнее, уютнее, и здесь меня никто не оскорбляет, так как там, в моей любимой родине. Ну и ещё один такой аргумент, почему я не возвращаюсь на родину, потому что, ну, если возвращаться, то только туда, где живут мои родственники, где живёт моя семья, где живёт моя сестра и откуда я сама родом. Это город Новочеркасск, для тех, кто не знает, повторяю. Так вот, сейчас там, и каждый год там, всё лето температура 35-40 градусов жары. Всё лето, начиная с мая месяца и кончая, наверное, сентябрём, это невыносимая жара для меня. Я уже давно там не живу, я 25 лет прожила на Крайнем Севере, я отвыкла от жары. И сейчас для меня получается, что если я вернусь и вот в такой жаре буду дальше жить, к которой я не привыкла, ну, просто от перепада давления, наверное, я могу просто погибнуть. И зачем мне это надо? Я, когда приезжаю, чувствую себя там очень некомфортно в жару. Для меня это очень жарко, невыносимо жарко. Поэтому вот так, главный вопрос я вам озвучила. Во-первых, невозможно чисто физически, потому что жара. А во-вторых, невозможно чисто психологически, потому что отношение ужасное к людям моего возраста в России. Надеюсь, вы поняли, о чём я рассказываю, о чём я толкую. Отвлекаюсь, показываю вам. Видите, Isla White Bus & Coch Museum. Это музей автобусов и вагонов. Ну, коч, это тоже либо вагон, либо автобус, так называется, большой, который обычно в туристических агентствах по Европе курсирует. Вот здесь старинные автобусы. И можно в этот музей попасть, а можно просто дождаться какого-то праздника большого. Эти автобусы все, они на ходу, они ездят, они все выезжают в город и катают. Здесь англичан тоже часто. Ну вот сейчас, если мы увидим с вами, может быть, что-то тут стоит. Вот мы можем видеть, стоит несколько старых, очень старых автобусов. Но они уже, видите, с двумя этажами, только, конечно, очень маленькие окна. Всё это так смешно выглядит на нынешний взгляд. Видите, как интересно. Вот здесь написано, что музей закрыт. Но я постараюсь подойти поближе, показать вам вот эти вот автобусы, которые стоят здесь в открытом доступе. Топ-деск тревел, видите, первый, который я вам показала. И второй. Блюлайн. Тоже двухэтажный. Какого года автобусы, не знаю. Они все на ходу, они все ездят. Видите, not in service, то есть не ездит по маршруту. Вот ещё один старенький автобус. Конечно, выглядит он не очень. Мерседес. Видите? Вот такие вот. А и очень много там в ангаре стоит автобусов тоже. Всяких разных, больших и маленьких. Ну, вот вам всего лишь немножечко показала. Ну, а я уже вскарабкалась на свой холм. Устала. Извините, если одышка, когда я с вами разговаривала. Вот показываю вам это вид на мой дом на втором этаже. Моё окошко. Там частично уже убрали эту плёнку. Видите? Но всё равно всё осталось. А вот здесь, вы видите, for sale. Продается. Недвижимость. Это именно я подала на продажу своей квартиры. Я пришла, подошла, подошла опять к своему дому, захожу. Какой бы ни был, но это сейчас мой дом, и он уже дом мой в течение пяти лет. Вот, поэтому, друзья, я вам про него и рассказываю, и всё это и показываю. Ну, вот. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь на сегодня. Увидимся ещё. Всего вам доброго. Пока-пока. Пока-пока.